Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о безопасности дорожного движения. Я думаю, что многие из вас догадались, что информационным поводом для сегодняшней программы послужило то, что 3 июля мы будем отмечать День ГИБДД МВД России. И гость нашей сегодняшней программы, командир отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару, Игорь Ветер. Здравствуйте, Игорь Иванович. Но я уже сказал, что 3 июля это день вашей службы, ваш профессиональный праздник. Какие-то особые мероприятия к этому готовятся или это будет, скажем так, будни, но с праздничным оттенком? Любой праздник является праздником, но несмотря на то, что этот день праздничный, все сотрудники в штатном режиме работают. Торжественное мероприятие буквально 2 часа. Отмечаем сотрудников, которые отличились за этот год. Не забываем о ветеранах, пенсионерах, семье погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Также чтим память возложения к мемориалам сотрудников погибшим. А в целом рабочий день как и положено. То есть водителям не стоит 3 числа расслабляться, сотрудники ГИБДД будут на улицах? Будут. Еще будет рейдовое мероприятие в ночь. О рейдовых мероприятиях мы поговорим, если позволите, чуточку позже. Мы подготовили небольшой сюжет, наши корреспонденты о том, вообще откуда появилась дорожная служба и как это все формировалось. Давайте посмотрим, а потом продолжим наш разговор. Первые известные попытки упорядочить городское движение были предприняты еще в Древнем Риме Юлием Цезарем. По его указу, в 50-х годах до нашей эры на некоторых улицах города было введено одностороннее движение. С восхода солнца и до его захода был запрещен проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Тогда же была учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил. В нее набирали бывших пожарных. Основные обязанности таких регулировщиков заключались в предотвращении конфликтов и драк между владельцами транспортных средств. История современных правил дорожного движения берет свое начало в Лондоне. 10 декабря 1868 года на площади перед парламентом был установлен механический железнодорожный семафор. Устройство управлялось вручную и имело два семафорных крыла. Его горизонтальное положение означало сигнал «стоп», а движение разрешало вертикальное направление. Однако семафор не проработал на улицах Лондона и двух месяцев. Скрижет цепи подъемного механизма был настолько сильным, что проезжавшие лошади шарахались и вставали на дыбы. Только в 1909 году на Всемирной конференции в Париже было принято решение о создании европейских правил дорожного движения. На улицах крупных городов становилось тесно, число автомобилей заметно выросло. Следующим важным шагом в дорожной сфере стало принятие конвенции о введении единообразия в сигнализацию на дорогах. На конференции по дорожному движению в 1931 году в Женеве принял участие и Советский Союз. Большинство из правил принятых тогда не утратили своей силы и действуют до сих пор. Рассчитано, если бы участники дорожного движения стопроцентно соблюдали ПДД, количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях сократилось бы на 27%, а погибших на 48%. Ну вот сразу по поводу сюжета, там было сказано, что набирали бывших пожарных. Много ли бывших пожарных сейчас в личном составе? И вообще, кто те люди, которые приходят работать сейчас в вашу службу? В основном это граждане, которые получили высшее юридическое образование, прошли первоначальную подготовку в институте МВД. Я личный состав, который уже более 20 лет отслужил, 15 лет, там и бывшие пожарные есть, когда была реформа в пожарной охране, переход в МЧС, очень много сотрудников приходило. То есть, сколько веков прошло, практически ничего не меняется. Мы говорили уже достаточно давно о том, что вот та реформа, которая произошла вообще в структуре МВД, и сокращение штатов в том числе, и аттестации и так далее, вот если говорить на данный момент, есть ли дефицит в кадрах, и если есть, то за счет чего вы будете его пополнять? Есть ли резервы, да, те люди, на которых вы обращаете внимание, которые уже, в принципе, сейчас могли бы прийти и работать? На данный момент в батальоне ДПС 560 человек личного состава, не комплект 4 человека, кандидатов 12 человек. То есть, конкурс достаточный? Конкурс достаточный. Есть проблемы с подготовкой молодого поколения. Даже придя из вузов, высшее образование получив, необходимо в специфике работы приучить, к общению с людьми. Вот это немножко проблематично. По крайней мере, в прошлые годы такое было, когда в летний период, я знаю, что из Краснодара, из других регионов отправляли личный состав на побережье, потому что, ну, понятное дело, да, у нас в крае достаточно большой поток машин добавляется в летний период, вот чтобы там закрывать участки, отправляют туда людей. В этом году это осталось? То есть, мы кого-то делегировали на побережье или, скажем так, мы здесь в городе, у нас тоже есть чем заняться? Конечно. Командировки существуют на города Черноморского побережья в связи с тем, что количество транспорта намного увеличивается в операцию «Курорт» в летний сезон. Отправляем личный состав. На данный момент 20 человек находятся в командировке на побережье. А сказывается это на работе здесь, в городе Краснодаре? Вот 20 человек отправили, это там много или мало, и справляемся ли мы здесь, в Краснодаре? Рассчитана норма выставления пастосмен личного состава. В связи с откомандированием на операцию «Курорт», соответственно, в этот момент сокращается количество отпусков, и за этот счет норма пастосмен такая же, как в обычной работе. Сейчас в городе Краснодаре активно идет реконструкция, та же самая «Северная», «Красных партизан», сейчас «Тургенево» уже начали. Это сказывается на работе вашей? Сложнее в такой ситуации работать или проще? Ну, если ремонтируют там ту же самую «Северную», значит машин меньше, значит должно быть попроще или наоборот? Вот. Немножко не так. Машины в этот месяц, в июнь, погодные условия, как вы видели сами, неудовлетворительные для отдыха. Граждане в основном находились в городе. А, то есть на море мало кто поехал из краснодарцев? Ну, если посчитать, анализ проводил, 16 июня в город въехало 110 тысяч автомобилей в город. Это связано с поступлением высшие учебные заведения, абитуриентов. На вчерашний день, на первое число, в город въехало 21 тысяча, выехало 24. Уже мы видим, что 3000 машин отправились отдыхать. Что касается ремонтов, это самое удобное время для проведения ремонтных работ в городе, потому что люди в отпусках, дети не учатся, необходимо это делать. Хотелось бы обратить к жителям города, чтобы пути дорожных ремонтных работ выбирали такие, чтобы легче было и рабочим работать. Есть параллельные улицы, по необходимости не садились на транспорт легковой. Есть общественный транспорт, который бесперебойно ходит, трамваи, троллейбусы. Если говорить о статистике, вы уже упомянули какие-то цифры, хотя бы те 110 тысяч машин, которые въехали в город Краснодар. Как это лето или как этот год с точки зрения статистики дорожно-транспортных происшествий, может быть травматизма, может быть даже смерти, если сравнивать с прошлым и позапрошлым годами? Тяжело сравнивать жизни человеческие и ранения. На данный момент мы уже можем подвести итогов полугодия. Все основные позиции, это количество ДТП с пострадавшими, погибшие и раненые в них люди, все идут со снижением по сравнению с прошлым годом. А если говорить о причинах нарушений, о причинах ДТП, что бы здесь вы отметили? Какие основные? Основными причинами являются несоблюдение очередности проезда, скоростной режим и борьба пешехода и водителя на проезжей части. Сейчас в летний период очень обострилась проблема дорожно-транспортных происшествий с участием детьми. Каникулы, дети предоставлены сами себе. В дворовых проездах очень много транспорта в домах многоэтажных. Площадки детские не огорожены, дети могут выйти на проезжую часть. Слава Богу, смертей не допустили. Но опять же хотелось к родителям обратиться, чтобы с детьми проводили беседы. Потому что в школе работают с ними, а дома они забывают. То есть пока они в школе не помнят, а сейчас никто не... Напомнить, что ребенок должен посмотреть, убедиться, даже находясь на пешеходном переходе, что ему уступают дорогу. Потому что очень часто водитель один остановился, ребеночек проходит, а второй участник дорожного движения по своей невнимательности, либо по занятости отвлекся на магнитофон, на телефон. И происходят такие страшные... Я бы к этому еще добавил, вы знаете, по личному опыту, буквально вчера, подходишь к пешеходному переходу, горит красный свет для пешеходов, дети стоят, взрослые идут. Я сейчас хочу ко взрослому обратиться. Уважаемые взрослые, помните, на вас смотрят дети, вы подаете им пример. Неужели это 10-15 секунд, которые вы постоите, что-то изменит в вашей жизни, а в сознании ребенка? Это может очень многое изменить. Насколько большая проблема велосипеды и скутеры, я имею в виду, в детских руках? Конечно, это проблема. Ребенок поверхностно знает правила дорожного движения. Скутер сейчас приравняли к мотоциклу. Необходимы документы, разрешающие управление данным транспортным средством. Велосипеды также травмоопасны. Нужно выбирать такие участки, где меньше транспорта, парки, скверы. Для того, чтобы... Ну, у нас уже в Краснодаре, слава богу, и велодорожки есть. Велодорожки есть, да. Опять же, нужно воспитывать детей и приглядывать. Не покупать эту игрушку, за которую потом можно пострадать. У нас по сценарию сейчас должна быть реклама. Давайте ее посмотрим, потом вернемся к нашему разговору. Реклама. А мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу напомнить, мы сегодня говорим о безопасности дорожного движения. Гость нашей сегодняшней программы, командир отдельного батальона ДПС ГИБДД в управлении МВД России по городу Краснодару, Игорь Ветер. Игорь Иванович, в последнее время очень много говорится о том, что произошли правила, изменились правила дорожного движения. Последние изменения вступили в силу с начала этого месяца, с первого числа. Насколько, на ваш взгляд, это существенные изменения? Или те люди, которые управляют автомобилем, те люди, которые учили правила, сдавали правила, то есть, в принципе, изменения не настолько сильны, чтобы брать книжечку и заново все начинать штудировать? Нет, изменения, они доступны всем, всем понятны. Основные изменения – это привлечение водителей в нетрезвом состоянии, которые повторно за данное административное правонарушение попадают под уголовную ответственность. Статья 264, часть 1. Если водитель был ранее оформлен за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повторно привлекается, соответственно, административное дело прекращается, передается в дознание для привлечения к уголовной ответственности. То есть, это уже статья, это уже срок? Она уже работает, уже в Краснодарском крае есть факты. Даже так? Да. Опять же, есть изменения, насколько я знаю, которые коснулись и пешеходов. Прежде чем мы поговорим об этом, мы спросили у наших горожан, знают ли они об этих изменениях. Я имею в виду то, что относится к пешеходам. Вот что они отвечали, давайте посмотрим. Сегодня слышал что-то насчет того, что теперь будут брать штрафы из пешеходов, которые, кажется, вне населенного пункта вечером или ночью будут подходить к дороге или на обочине без отражательных приборов. Я думаю, это правомерно для районов, которые удаленные от города. Там, возможно, какие-то проселочные дороги, там, трассы. Но в городе, я не думаю, что это... Это же не действует на город, я просто не знаю детали. Честно говоря, на данный момент нет. Видимо, еще не успела прочитать новости или посмотреть где-то. Нет, не в курсе. Не слышу ли? Нет, не слышу. Я только знаю, что штрафуют, если не в положенном месте перешел, а так ничего нового не слышал. Ну, основным правилом придерживаемся, как бы, ну, изменений нет. Как бы было все по-старому, так и осталось, а о новых не знаю. Переходить, по-моему, можно только на дорожных этих, на разметки, насколько я помню. И все, другого ничего не слышал. Нет, еще не знаю, не слышал. Ну, сейчас нужно одевать одежду, чтобы светящаяся была, ну, как это, светоотражающая. Вот это изменение, которое вступит силу. Вот получается, очень мало знают, да, действительно, изменилось то, что теперь пешеходы обязаны носить светоотражающие элементы, если они находятся за городом, то есть вне населенного пункта, и там даже штраф предусмотрен. Пока еще изменения в административный кодекс не внесли, все это носит предупредительный характер. Личный состав сейчас нацелен на то, что если вне населенного пункта обращают внимание на пешеходов, которые без светоотражающих элементов предупреждают, обговаривают эти вопросы, пока штраф не предусмотрен, и административная ответственность не привлекается. А вообще вот это большая проблема, я имею в виду пешеходы. Почему? Потому что, ну, вот есть водитель, да, его можно остановить, его можно наказать, его можно оштрафовать, в конце концов забрать права и отправить учиться для того, чтобы он эти правила все-таки выучил. А с пешеходами как? Потому что ведь, ну, вот что, вот, ну, иду я по улице, да, ну, перешел неправильно, ну, оштрафовали меня. Меня же, как еще накажешь? Пешеходы – это большая проблема для вашей службы? И как вы с ними работаете? Пешеходы, назвать проблемой не могу я, но все-таки 800 рублей штраф за переход в неустановленном месте, для пешехода это ощутимо. Тем более, когда через время судебный пристав постучится за то, что он забыл, что он перешел. Оплатить его. Да. Вот статистика показывает, что примерно равные, вот, привлечено к ответственности водителей, которые не уступили дорогу 8539 за полгода. Это в Краснодаре? В Краснодаре, да. А пешеходов 7282. Так что мы приоритеты сильно не разделяем. Есть статистика аварийности, есть анализ, как пешеходы виноваты, так и водители. И все привлекаются в равной степени. А вот, ну, опять же, да, я прекрасно понимаю, что с теми же водителями и в автошколе занимаются, и потом экзамены. А вот с точки зрения, я не знаю, профилактики, да, или, там, разъяснения правил дорожного движения, часто ли вы, ну, понятное дело, на предприятие не придешь, да, но вот хотя бы в школы, в какие-то учебные заведения часто ли вы отправляете своих инспекторов для того, чтобы они общались, для того, чтобы они рассказывали правила, для того, чтобы, ну, если уж не взрослые, то хотя бы дети, а там они уже взрослых-то научат своих родителей, чтобы дети знали правила. — Существует график посещений дошкольных учреждений и средних образовательных учреждений. Инспектора пропаганды совместно с сотрудниками батальона проводят эту работу. Лекции, беседы, круглые столы, игровые мероприятия. Работа проводится в данном направлении. — В самом начале программы вы сказали, что сейчас проходят, я так понимаю, какие-то рейдовые мероприятия. На ваш взгляд, вот те рейды, которые проходят, я знаю, по тонировке, по детским креслам, еще какие-то, насколько, на ваш взгляд, они эффективны, насколько это приносит пользу, с учетом того, что все же говорят, так, с завтрашнего дня начинается вот такой-то рейд. И все водители вроде знают. Я понимаю, когда это неожиданно, тогда можно проверить. А так все уже подготовились, все уже вот детские кресла купили. Насколько, на ваш взгляд, эффективны эти мероприятия? — Цель мероприятий рейдовых не в том, чтобы наказать больше количества. Цель, самое главное, когда подводишь итоги по окончанию суток, что по этой причине не прошло дорожно-транспортных происшествий. Если проводится рейд по массовой отработке водителю в нетрезвом состоянии, мы не скрываем это. Мы заранее и в интернете, и по телевидению даем информацию о том, что это проводится. И надеемся на то, что человек, зная, что он будет привлечен к ответственности, он машинку поставит, выпьет, сядет в такси и поедет. Самый главный результат для нас — это то, что по причине данной не будет дорожно-транспортных происшествий. И результат этот есть. — Опять же, в самом начале, если вы помните сюжет, который был, там говорилось, что первые инспекторы в том же самом Древнем Риме очень часто разбирали драки на дорогах у участников движения. Для нас сейчас это актуальная проблема, потому что если включить интернет, то там вот драк-то этих между водителями огромное количество. Для Краснодара это актуальный вопрос. Часто ли приходится разбирать вот такие ситуации? — Не только автолюбители, но и другие граждане любят помахать в лаками, выяснить свои отношения. Соответственно, сотрудник ДПС, как любой сотрудник полиции, обязан пресечь данные правонарушения, привлечь к ответственности, доставить. Есть моменты. В основном это ДТП незначительные. Люди в эмоциях не могут определить, кто прав, кто виноват. Стычки происходят. Ну, не было ни поножовчины, не было ни применения оружия. — Опять же, если говорить об изменениях в правилах дорожного движения, сейчас, раз уж мы заговорили о ДТП, то вот эти мелкие ДТП, не стоит теперь ждать инспектора, нужно как можно быстрее освободить проезжую часть. — Опять же, если говорить про город Краснодар, вот в этой части, вот в эти первые дни действия этого закона уже кого-то наказывали за то, что не вовремя убирают машины после ДТП. И как, на ваш взгляд, водители к этому отнеслись, и как они на эти изменения реагируют? — Ну, пока звонков меньше не поступает. Все звонят в дежурную часть, и потом уже по указанию сотрудника дежурной части выполняют эти требования, которые предусмотрены в новом законодательстве. — Хотелось бы обратиться к водителям, если по вине определились, и вы решили самостоятельно приехать на пункт оформления ДТП, обязательно должны знать данные второго участника ДТП, потому что бывают случаи, что на пункт один ДТП приехал водитель, а второй не приехал. — А второй где-то потерялся в потоке. — Да, возможно, он и скрывается от органов дознания, возможно, у него какие-то другие дела. Обязательно записать данные все водителя с документами. Если ущерб до 50 тысяч, самостоятельно зафиксировали на проезжей части, схемку составили в документах для страховки, сфотографировали, самостоятельно едете в страховую компанию для получения выплат. Если по вине не определились, соответственно, фиксируйте в схеме, фотографируйте, привязывайте к какому-нибудь стационарному объекту, столб, здание, убирайте транспорт с проезжей части, если оно мешает движению, и ждете сотрудников полиции. — Ну что ж, спасибо большое, Игорь Иванович, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Прежде чем попрощаться, хочу поздравить вас с профессиональным праздником, поздравить всех ваших сотрудников, пожелать вам здоровья, успехов, чтобы поменьше было проблем на дорогах, чтобы мы, водители и пешеходы, ну, с пониманием относились в том числе и к вашей работе. Еще раз большое спасибо. — Уважаемые телезрители, я хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили о безопасности дорожного движения, и гостем нашей сегодняшней программы был командир отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Краснодару, Игорь Ветер. Еще раз большое спасибо. Мне остается попрощаться и напомню, что наша программа выходит в эфир каждый день. Не пропускайте, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok